Чуешь меня? Доброе. Все походу пошло. Так, пошло походу. Так что начнем. Добрый вечер еще раз. Доброго вечера. Ты знаешь историю козакства? Можу, если хочешь, начать первое. Что бы музыка являла в культуре козаков? Какими инструментами они играли? И чем вообще занимались? Музыка. 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 как патруль, то есть патруль инструирует свой чек. Тобто, мы продолжим продолжать ВБШПБ. Тобто, там музыка больше идет на сцене и встречается. Сберемся только те, кто победил Россию. В Украине меньше не имеет такого. Мы должны попробовать виноваты в документах, как БУЗА, как в наших товаровских комитетах. Так, шо БУЗА, шо? Они пробуют виноваты. Знаете, нас отличаются с ним, хотя у меня есть такие детки, в Курске, в Курске, которые стараются виноваты. Садатевичу Херсонская группа, которые развивают в этом направлении, как мне известно, еще есть альбомы. Отличные. Очень, очень, очень цикавые. У меня смотрят. Это дорогие. Ну, на рахунок БУЗА, так я слышал, русские жестушки по драку, там у них так называются. Ци проигрыши, так я это прозвучу. Ну, что я могу сказать, в общем по культуре славян. От, в общем, музыка, это был, как ты сказал, инструмент для настроения. Для настроения тела, для настроения души. Например, мы знаем, не только среди козавства, а среди упражнений. Перед тем, как они ишли в бой, как они ишли в свои напады на панев, они танцовали такий танец, который назывался Аркан. Тобто танец танцювался завжди за сонцем, если не помиляюсь, или против сонця, уже то, что мне скажут, надо будет подаваться. Но суть этого танца, это был такой, знаешь, танец для зарядки, точнее, позитивной энергии. Вот этот танец, там выполнена специальная музыка, дремба, сопилка, в основном, ну, что на Захидной Украине, так больше поширно было. Мы еще даже можем сказать из истории, что стародавние греки, точнее спартанцы, перед тем, как идти в бой, они завжди запрошивали какого-то известного музыканта або из своего кола, або, например, из другого полюса грецкого, для того, чтобы он их, по-российски, вдохновлял на бой. Я такая легенда збереглась, что один раз они попросили его афинян дать им музыканта, и они прислали, там, кульгавого такого музыканта, они начали смеяться, но когда музыкант начался играть, то спартанцы так налаштувались на бой и, конечно же, перемогли в этом бою. Так вот, что еще хочу сказать, например, слово, мы все знаем, что слово мое силу материализоваться, а в уяве стародавних людей слово мое магическую силу, потому что всегда были разные применения, всегда были разные такие применения, которые сопровождались, например, або спевами, або какими-то мелодийными прогрошами. Такое, что я хочу еще сказать, у славянской такой культуры, у нашей культуры, ну, в загальном, и в козацкой культуре, больше переважает инструментальная музыка и духова. То есть, 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 например, есть такая версия, что византийский историк, как он, как он, Феофилакт, вроде как-то так, в своем хронике он сказал, что когда в одном бою, греки захопили в полон трехславян, которые не мали зброи, но мали гусли. То есть, можно так сказать, что славяне также использовали музыку для настроения перед боем. То есть, как мы видим, основной это была инструментальная музыка, або духова. То есть, сопилка, риг, и это не только славян был, музыка, ну, сопроводила людей на протяжении всего их жизни. Какие-то разные хороводы, например, разные гаевки, мясняки, все это сопроводилось с другой музыкой, разные забавы. Тобто, музыка это такой стимул, который настроил внутренний свет, настроил душу. Так как мы знаем, что наш организм, он складается на 80% с водой, если я не помню, если я не помню, то проводили такие эксперименты с водой. Каждой каплиной водой, ну, частинкой воды, точнее, включали соответствую музыку. И вот, как она реагировала на эту музыку, есть очень хороший фильм, называется «Тайна води». И там, как раз, в этом фильме показывали эти эксперименты. Японцы проводили. И вот, на тяжкий рок, кристаллики воды, короче, воно руйнувалися, просто, распадалися на окремую частину. Вода стала така темна, грязная. Вот, на шеки, на попсу, и на что-то подобное, репи, это все, також реагировали негативно. А вот на класичную музыку, инструментальную, простую музыку, такую приятную для души, воно реагировала очень позитивно. Кристаллики, они собирались в соответствующую форму, в виде какой-то снежинки, или еще чего-то. И вот, формировалась, и была утворена такая кристалличная ситочка. И виглядала она очень хорошо, очень красиво. Тобто, могу сказать, что на современном этапе вся эта музыка, типа рок, тяжкий рок, попсай, это все, эта музыка не про что. Тобто, она не имеет для себя никакого смыслового значения, у меня нет никакого... Историй для детей. Так, так, историй никакого наполнения. Ну, на мою думку, музыка должна заряджаться каким-то позитивом. Тобто, настроювати на что-то. Та самая музыка в Опришки, та самая музыка в Козаке, которая перед боем. Вот, может появиться этот фильм Вагнами мечем, правда? Там перед боем идуть, и как раз такая музыка. Вовторит, люди, закликают до боя, правильно? И то, в основном, я бью, все люди, так само, что, когда, я был в Тулбан, в Катеринске упал, и еще, ярый напад, а по нападе, ярая защита, то, и, во временем, прицепу, защищался. с этим, а, когда, то, то, и, то, когда, такое, какого козакон. Горько, как будто им был, по самому, и, и, может, уголь, а не, это ютуб гурная тосы, такая, распуширано, а не, усовеный, а и козакон accounts, Ну вот так, я прошу этих, что я сказал, что музыка, она оставит в себе свой слід. Если ты слушаешь правильно позитивную музыку, даже ту самую классическую музыку, или какую-то этнографическую музыку, этнофольклорную, ты настроишь, налаштовывайся на позитив, твоя душа, как можно так сказать, налаштовывается на позитив. И еще хочу, что я так пометил, потому что музыка, эти басы, ритмы, она больше притамана народам Африки, полинезийцям, африканцям, индийцям Америки, они больше притаманны им. Эта музыка, то есть басы, барабаны, и такие же в них рухи под эту музыку, как говорят, дерганые. А вот словьян, она больше таки плавные, и больше грациозные рухи. Вот подивимся на тот самый его пак, правда? Та самая буза, яку зараз в Росії активно відновлюють. Тобто музыка у нас така більш инструментальна, больше разповсюжная, ну вот нерозбирливая, как правильно сказать, ризноманитная. Это что я пометил. И сейчас, вот я смотрю, все товарищи активно нам закидают эту музыку с этими басами. Тобто в клубах этих нишних, на телебаченню, по радио, это все только бум-бум-бум-бум, и это только бум-бум-бум, оно так бумкает в голове. Например, раньше, скажу честно, я так же люблю эту музыку, слушаю там и цё, я говорю, руки вверх, там классная музыка. Теперь, например, я слушаю эту музыку, где там только бумкает, у меня головы начинают болеть просто. Ну, оно не несет в себе никакого смислового значения, смислового наполнения словесного, только два слова скажут, и бум-бум-бум-бум-бум. Два слова, и бум-бум-бум-бум-бум. Тобто нема никакого текста. Даже та самая песня, и исторические песни, думы, в которых прославлялись подвиги козаки, прославлялись там история козакства, или история наших предков, вот эти не литописные, болярники, я их спевал тоже. Ну, это, наверное, таки буют, и спевая сам исчет. Ну, это, по-то, очень цикаве, у них, например, в ходе, два фаты, два фаты, которые прослываются без всех, вот два фаты, ну, и, а еще один, сейчас людей, нахожусь к тому, а другой перешел на вороха, по-сторому вороху, он перешел на близне життя, то есть один, как в часу, по-сторому вороху, а тут стал, хоть в жилах, чуть-чуть, то есть один, на печатку едино, с выехался, а по-то, без колья, три дороги, досы цикала, здесь я, самое цикало, что, я пишу, в письце, посадят, ей очень доволен крой, краж, у него идут, кульки рядки, потом крозы, уже продолжают, и потом начинается основная часть, это тоже так, как кульминации, да, так, но в письце, три дороги, разделяются, все, где, 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 где где в Тормехе, это это то есть, это, да, дא�м rescue, про актоматика, про то, что на Готов. Водопаде, 750-2006rм, 1-10м, 1-10м, 2-10м, 1-10м, 1-10м. Я думаю, что в одном из них будут не спевать в одном, а в другом из них не спешите, чтобы в 19-мн. Но это то, что вы так как в будущем будут спевать в одном из них? Ну, так, я согласен. То есть, они несли какие-то поведомления людям, но и те же поемы их спевали, правда, и передавались от спевца до спевца. Кубзарьи, бандуристи, они же ходили, спевывали всі подвиги козаків, подвиги наших предков до козаків и так далее и так далее. Любые обрядовые действия начинались какими-то песнями, закличными песнями. То есть, закликали, например, зиму швидше прийти, например, весну швидше прийти. И вот эти все закличные песни, кандидатные обрядовые, колядки. То есть, колядки это также песня своего родца, прославление. То есть, песня была нацелена на прославление, на поведомление чего-то, на донесение какой-то информации. Сама песня. А вот музыка заряджала людей какой-то энергетикой. То есть, мы знаем, что, например, от дремба, есть такой инструмент на Западной Украине, вот Гуцули его используют. За допомогою дрембы, например, Гуцули входят в стан переменности, то есть они в транс входят за допомогою дрембы. То есть, за рахунок музыки налаштовываются на певные такие, как я говорю, фибри, певные хвили, за допомогою которых они входят в транс. Вот. Это раз. По-друге, подчас танцю, например, тоже. Вот мы знаем, что Гупак, не бе, танец, танец, танец. Насправдя Гупак, это же самое мистерство боевое. То есть, мистерство захвата. Ну, ты же краще знаешь за меня. Гупаки, когда еще пришел я культурой, так же и рассказывал. Как мы говорим. Что мы на говорим. Еще два вопроса. Раз в час. Раз в бой. Раз в час. П变ч танцювало. Здесь, вначале, можно припитать. Раз в бой на руки. Блин, больше, бил, муроганчик, танцевало. Здесь, конечно, не надо танцевать. Так же Гупак. Губатом можно назвать как и розмажальными танцами, так и пожелым танцами. Швятос Волгой Розмассудщина. Вот так вот, по сути, какому розмассальному, он тоже обеспечивает свою девчину. Это очень красиво. Кто и за его представлением, здесь девчины уже хорошо, включи их из девчинок. Ну и это вызывает захват. При этом, вот, школьные движения, ну и я понимаю, что, почему, что у розмажетного елка, а у меня есть, как можно, и они, как там вот эти девчинок считаны, этот Коза. Идет еще 5 дней. То есть, у Пыльевка, как там вот, как можно будет, в Украине, на Розмассудске, распоряжена на Куваевской области. Самая Коза, вот это участник, и из латы Антонии на Косты, где она здесь организатором Возличная школа козачка и додики на учениях Амацевой. Возличная визитка Возличная важность Возличная визитка Около визитка Около визитка Ну так, счасная музыка у меня не имеет никакого на собой педтекста, это просто набор слов, которые спевают, а как мы знаем, слова могут материализоваться, если вы думаете слова повторяю, особенно песни зарубежных виконавчиков, наш народ, так как большая часть они не понимают, что там спевается, но повторять любят, и суть того, что много песен, например, та самая Леді Гага, например, Китти Перри, или еще какие-то другие виконавчики, просто прославляют там деякую особу, которая из точки зрения христианства, или из любой другой религии, она не понимает. То есть они это спевают, мы это повторяем, люди, ну за себя тоже сказать могу, и просто не понимаем, что мы говорим, мы прославляем того, кого прославляти не нужно, так скажем. Например, я могу сказать, что под час боя, когда ищут в бою в дружине, мы знаем, что была старшая дружина, это старшие дружины, которые уже были поважного века, и была молодшая дружина, то есть молодые бояры, сыны бояры, молодые хлопцы, которые попали в дружину. И молодым, вот мы молодые с тобой, нам так особливо разминаться не нужно, правда, мы раз там взяли меч, помахали, все, мы уже готовы, как говорят, адреналин у нас хлеще, и мы уже идем в бит. А вот старшим, например, там, уже 30-40, им нужна, наверное, размина. И вот за допомогою музыки, за допомогою танцев, они налаштовывались на бой, налаштовывались как раз на вот эти... ну, в ситуацию, в которую они попадали. Тобто, что музыка выиграла очень важную роль в истории славян, в истории нашей страны, нашего народа в целом. Как говорят, когда заспеваешь песню, и на души стаи легче, правда? Ну да. Мир. Мир. Да, так, ты просто чувствуешь какое-то поднесение, ты можешь творить, даже по себе можешь сказать, что когда я делаю что-то, например, включаю такую музыку, спокойно, даже ту самую классическую музыку, я могу под эту музыку что-то делать, я могу писать, я могу читать, я не отвлекаюсь, она просто грает и я знаю, что там где-то что-то грает, она не заважает. Если я включаю какую-то музыку, типа, например, какого-то сучасного попса, или еще какой-то песня, я уже не могу, например, что-то делать, потому что я отвлекаюсь на эту песню, там идут, например, какие-то слова, и я уже просто, ну, моим механическим я не могу работать, ну, как не могу работать, она просто отвлекает эта музыка, вот в таком понимании. Тобто, она меня не влашает и отвлекает от самой работы, вот так, что я могу сказать. Спасибо. Ну, это не только, я думаю, что нам подменяют понятия, нам подменяют культуру, нам подменяют историю. Многие люди не знают старых песен, даже повстанских песен или козакских песен, они уже не знают, потому что им это не цікаво. А как победить народ? Есть такая очень хорошая приказка. Для того, чтобы победить народ, выховывай его детей. А кто выховывает детей? Выховывает детей телевизор. По телевизору что показывают? Вот песня. Я, например, телевизор уже не дивлюсь, а років уже 5. Десь приблизно так. И когда я так пробником попадаю в серед того, что там телевизор, и там музычные канали. Я по музыкному каналу только одни, как говорится, слово голые задницы, и слова, там два слова, и бум-бум-бум, два слова, бум-бум-бум, голые задницы. И так пошло по колу. Ну, песня ни на что не ласштовая, песня просто бумка, я говорю. Какая же моя бабца, она просто бумка, и все.